Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Снова возвращаемся на финансовые рынки и смотрим за теми, соответственно, динамиками, которые показывают основные дуэты и тандемы валютных активов. В ходе сегодняшнего брифинга, как и всегда, я анонсирую очередное кодовое слово, которое позволит вам получить бонус на пополнение, плюс к тем акциям, которые действуют в рамках Amarits. Чтобы воспользоваться этим бонусом, все как и всегда, нужно связаться с вашим персональным менеджером, и, соответственно, обменять это на слово, на бонус, на пополнение. Сегодня величина бонуса 5,5% и действует он до следующего брифинга, который пройдет завтра утром. Ну а теперь давайте не будем терять времени, перейдем к нашему традиционному начальному активу, с которого мы начинаем каждый брифинг. Это динамика нефтяного актива. Прежде всего, нас интересует бренд и, разумеется, в связи с этим ту, скажем, волатильность, которую показывает уже российский валютный инструмент. Бренд на текущий момент торгуется на уровне 48,8. Видим то, что в целом сопротивление 50 держится. Соответственно, нефтяной актив испытывает по-прежнему прежний стоящий, серьезный фундаментальный негатив и давление, которое, собственно, и создает достаточно оснований для того, чтобы этот актив держался ниже этого рубежа. 48,8. Мы видели то, что на прошлой неделе значение 47 также может быть легко, скажем, конвертировано в сопротивление при соответствующей поддержке, либо даже усугублении негативным фундаментальным фонда. И прекрасно понимаем то, что произойти это реально может в любое время. Что касается негативных новостей по бренду. На самом деле есть таковые, и снова стоит обратить внимание на статистику по Китаю, поскольку мы анализировали данные по производственной активности поднебесной и, в частности, нашли еще одно подтверждение того, что промышленный сектор чувствует себя не самым лучшим образом. Ну, хотя лучший образ для промышленного сектора Китая – это как манна небесная. Сейчас, конечно же, об этом вообще не стоит говорить, потому что если бы производство по-прежнему оставалось одним из триггеров и катализаторов для китайской экономики, наверное, мы бы не видели такие же, такие утручающие показатели по экономическому расширению. Промышленное производство находится ниже 50 индексов, который, собственно, уровень, который отделяет восстановление от стагнации. Хотя, я думаю, что по Китаю уже можно говорить о полноценной рецессии. И находится он ниже этого рубежа уже 8 месяцев подряд. Я думаю, что эта тенденция продолжится, а значит, по-прежнему сохранятся те риски, которые характерны для Китая и прочих развивающихся площадок. А вследствие этого мы делаем логичный вывод о том, что риски начинают транслироваться и на мировую экономику в целом. Если нет оснований по-прежнему цепляться за хоть какой-то фундаментальный оптимизм, связанный с Китаем, значит, мы снова прогнозируем, может быть, даже еще более удручающие показатели по экономическому росту мировой экономики. И, соответственно, никак не можем спрогнозировать достойные показатели спроса на энергоресурсы. Кроме того, вчера стало известно то, что объемы производства нефти в России, точнее даже выработки нефти, увеличились и достигли постсоветского уровня. Это максимум. Фактическая цифра 10.78. То есть, возвращаясь снова к идее, связанной с тем, что, несмотря даже на комментарии, заявления ряда высокопоставленных чиновников, которые отвечают за всю политику энергоснабжения в рамках стран, мы прекрасно видим то, что, даже несмотря на эти заявления о том, что падение инвестиций приведет к сокращению производства, также отсутствие спроса не создает условия для того, чтобы придерживаться прежних планок выработки, в США, в ОПЕК и в России, объемы практически каждый месяц увеличиваются. Что касается российского нефтегазового сектора, я думаю, что здесь стоит ожидать даже еще большего увеличения производства, и связано это с тем, что российские монетарные власти, Министерство финансов, я думаю, что вы все следите за новостями, обозначило инициативу дополнительной фискальной нагрузки нефтегазовый сектор. В частности, ну, разумеется, Минфин, конечно же, выполняет свою ключевую функцию, поддерживает стабильность финансовой системы, и есть такая проблема серьезная, основополагающая это дефицитности федерального бюджета, вследствие чего мы видим стремительное сокращение российских запасников, фонда национального состояния, резервного фонда, и Министерство финансов пришло к выводу о том, что если экономика нуждается в дополнительной ликвидности, значит, конечно же, лучше всего просить деньги, ну, или, по крайней мере, создать условия дополнительного канала доходной части федерального бюджета за счет того сектора, который является двигателем, в прямом смысле, для экономики, это нефтегазовый сектор. И здесь были проведены параллели, конечно же, с текущей фискальной нагрузкой, с состоянием нефтегазового сектора в России, с девальвацией курса национальной валюты, и вывод-то напрашивался сам собой. Текущая ситуация, даже несмотря на катастрофическое падение цен на энергоносители, создали очень выгодные, привлекательные условия, при которых нефтегазовый сектор России, может быть, даже чувствует себя сейчас лучше, чем тогда, когда цены были выше уровня 80 долларов за баррель. Потому что за последнее время налоговая нагрузка снизилась, льготы увеличились, но при этом себестоимость осталась на прежнем уровне. И, соответственно, еще добавим фактор девальвации, который, разумеется, существенно разогнал вот эту доходную маржу. Поэтому в Министерство финансов пришло к выводу о том, что почему бы не изъять часть этой маржи. Поначалу обозначалась существенная сумма, почти в 500 миллиардов рублей, которые мог бы получить в федеральном бюджете в 2016 году. Но после ряда, конечно же, переговоров, все-таки осознание того, что 500 миллиардов – это реальная сумма, но фискальную нагрузку нужно увеличить значительно. Пришли, конечно же, к консенсусу, к компромиссу, и фактическая сумма оказалась ниже – около 150 миллиардов. Два сценария было для того, чтобы изъять часть вот этой маржи. Либо изменить формулу расчета НДПИ, либо отказаться от прежнего вектора, который предполагает постепенное снижение экспортной пошлины в рамках налогового маневра. И действительно предполагалось, что в 2016 году налоговая экспортная пошлина для нефтяников снизится с 42% до 36%. Сейчас это снижение приостановлено, заморожено примерно на 8-10 месяцев. И это позволит федеральному бюджету получить дополнительного дохода около 150 миллиардов рублей. Но еще около 50, может быть, чуть больше, возможно, будет изъять за счет увеличения производства нефти. Если увеличится выработка нефтересурсов, значит, увеличится налоговая база. Поэтому сценарий, мне кажется, вполне понятен. Я думаю, что ясно объяснил то, что этот фактор присутствует на рынке. И возможное ожидание увеличения производства нефти, конечно же, станет еще одним фактором, который будет уже в 2016 году, мы говорим на перспективу, выступать еще одним стимулом для усиления расхождения между спросом и предложением. То есть я снова возвращаю вас к главному фактору давления на позиции черного золота. Это, конечно же, чрезмерное, гиперизбыточное предложение и недостаточный спрос. Поэтому по нефти мы сохраняем прежний селл, соответственно, делаем ставку на еще большее ослабление. И я думаю, что если на этой неделе с 99% вероятностью, я считаю, что нам удастся еще констатировать факт приорота запасов нефти США, значит, у нас будут уже и локальные факторы серьезного пресса на позиции бренда. Ждем более низкие ценовые значения. Если сейчас 48,80, соответственно, по-прежнему не отказываемся от идеи закрепиться ниже поддержки 47 долларов за баррель. Российская валюта. Актуальная котировка на премаркете 63,80. Видим то, что рубль в целом копирует динамику нефти. Но здесь, скажем, с точки зрения обратной тяги, девальвация, которая провоцируется ослаблением главного экспортного товара. Эта идея, она определяющая, основополагающая, фундаментальная. Мы обозначаем ее каждый брифинг. И на самом деле пока будем продолжать это делать. Но действительно, зависимости и корреляции существенны. А значит, если мы делаем ставку на ослабление бренда, никак нельзя говорить о том, что рубль сможет акклиматься и, соответственно, даже приблизиться к очень мощной ближайшей поддержке, которая находится по паре USDRA в районе 60 против доллара. Налоговый период еще очень не скоро. Каких-либо дополнительных факторов поддержки ждать сейчас не приходится. Но, может быть, в качестве такового стоит обозначить все-таки решение Центрального банка России пока не корректировать денежно-кредитную политику, сохранив ставку рефинансирования на прежнем уровне 11%. Потому что, если бы ЦБ пошел на дополнительный шаг, учитывая актуальные котировки по рублю, может быть, мы стали бы говорить про риски еще большего давления на показатели инфляции, что, соответственно, могло бы привести к еще более негативным последствиям для ключевых показателей экономики. Это потребительская активность, ну и, соответственно, данные по ВВП. Решение не последовало. Полагаю, что ЦБ действовал правильно. Это, скажем, самое лучшее решение, которое, наверное, можно было принять с учетом актуальной ситуации. А значит, более, скажем, интересного макроэкономического фона, кроме как нет, сейчас на рынке более нет. Значит, продолжим следить за динамикой Brent, WTI и того фона, который характеризует перспективы позиций черного золота. Идем дальше. Европейская валюта. Клосс вчерашнего дня 1.10.14. Мы видели то, что евро находится под локальным фундаментальным давлением, хотя, наверное, локальным его уже точно нельзя назвать, поскольку у нас точно такая же средняя и долгосрочная картина. Разумеется, трейдеры продолжают спекулировать на ожидание дополнительных мер экономического стимулирования со стороны Европейского Центрального Банка. Вчера вышли данные по индексу производственной активности Германии и Еврозоны. Статистика оказалась лучше. Может быть, локально, конечно же, стоило бы ожидать поддержки для евро, но ситуация в следующем. Даже хорошие данные по производственной активности локального характера PMI Германии и Еврозоны все равно не создают те самые позитивные ожидания, характерные для промышленного сектора. Значит, не позволяют нам говорить о том, что у промышленного сектора достаточный импульс, чтобы подстегнуть, соответственно, и потребительскую активность и вывести экономику на достойные показатели по экономическому расширению. Это не так. В целом, слабость для региона еще характерна. И если бы, наверное, ситуация была бы иной, мы никогда бы не стали так активно спекулировать и обсуждать с прочими участниками финансовых рынков необходимости доп. поддержки со стороны европейского мегарегулятора для национальной экономики. Сейчас это тема номер один. И мы знаем то, что ЕЦБ никак не хочет допускать еще больше просадки инфляционного давления в стране на текущий момент, даже несмотря на то, что с отрицательной зоны индекс потребительских цен выбился, но он все равно находится на минимальных значениях. И чтобы не допустить, скажем, еще большего ухода в отрицательный сектор, еще более глубокого оснижения, соответственно, большего давления на потребительскую активность, думаю, без расширения программы количественного смягчения, как, скажем, самый действенный инструмент, присутствующий сейчас на рынке, европейский мегарегулятор уже не обойдется. Две недели назад мы получили подтверждение со стороны ЕЦБ непосредственно о том, что в декабре стоит ожидать с большой долей вероятности дополнительный шаг по экономическим стимулам. На этих выходных Драги в ходе своего интервью снова сделал акцент на то, что эти меры действительно реальны. Но если так, значит, давайте все-таки придерживаться этого новостного фона и не исключить возможность того, что ЕЦБ пойдет на расширение QE уже в начале декабря 2015 года. То есть уже совсем скоро. А значит, в случае реализации этого сценария давление на евро будет еще более существенным, и мы будем спускаться с этим активом, даже в дуэте пары евро-доллар, к более низким ценовым рубежам. Ближайшая цель 1.08, пока туда, соответственно, и метим. Сегодня из важных событий европейского рынка стоит отметить конференцию Драги, которая пройдет в 21.00 по московскому времени. Полагаю, что руководителю, председателю Европейского центрального банка придется ответить на вопросы как раз тех самых мер экономического стимулирования. Но даже, скажем, вербальные выпады, вербальные формулировки, заявления и факт вообще обозначения основы актуального новостного фона, связанного с расширением программы количественного смягчения, этого может оказаться достаточно для локальной разгрузки позиций главного валютного риска. И не забывайте также о том, что против евро сейчас выступает и очевидный рост доходности американских долговых бумаг, американских трежи, потому что те, соответственно, трейдеры, которые ориентируются на динамику долгового рынка, на торговлю именно производными финансовыми инструментами и облигациями, сейчас активно, соответственно, предвкушают возможность ужесточения монетарной политики к концу 2015 года, ну и, конечно же, готовятся в связи с этим к росту доллара и тех активов, которые, собственно, и создают основания для усиления позиций американцев. Это, конечно же, американские бумаги. Доллар японская иена. Закрытие вчерашней торговой сессии. 120.74. Видим то, что американец все-таки зацепился за уровень 120, пытается забраться повыше. На прошлой неделе локальный хай был практически в районе 121.50, но сейчас последовал откат, потому что доллару, конечно же, необходима дополнительная поддержка, стимулы, триггеры для своего роста. И в качестве таковых может выступить уже американская статистика. В частности, вчера у нас было несколько макроэкономических релизов, и они добавили оптимизма тем трейдерам, которые делают ставку как раз на потенциальное усиление позиций доллара, потому что хорошими данными отличился и промышленный сектор, производственной активности АСМ 50.1 против прогноза 50. Индекс постепенного разгона инфляции также показал рост 39 против 38. Это, наверное, самый важный отчет прошлого дня, потому что, учитывая, что как раз низкие показатели инфляции это единственный аргумент, за который оцепляются многие голосующие члены ФРС, отказываясь от решения по ужесточению монетарной политики, то, видя, разумеется, объективные предпосылки повышения инфляции, может быть, они смогут пересмотреть свою позицию и изменить мнение. Собственно, на это мы и рассчитываем. Поэтому по американской экономике продолжаем следить за макроэкономическими данными. На прошлой неделе ФРС четко дал понять, что сейчас уже меньше обращает внимание на глобальную картину и на те события, которые происходят в мировой экономике. И больше уже сконцентрировано на национальных отчетах. А если они сохранят восстановительный импульс, значит, будут созданы основания для того, чтобы ФРС пошел на это долгожданное решение, связанное с нормализацией денежно-кредитной политики уже до конца этого года. Фунт. Закрытие вчерашнего дня 1.54.14. Если вы откроете дневки по паре фунт-доллар, то сможете увидеть очень хорошую разворотную свечу, которая была, скажем, сформирована по итогам вчерашней торговой сессии. Я редко обращаю внимание на технические факторы, но тогда, когда вижу, скажем, символичный технический сигнал по классике Билла Вильямса, это, пожалуй, интерпретируется мной как хорошее основание к фундаменту для того, чтобы использовать уже и техническую составляющую, чтобы объяснить возможность коррекционной сделки. Действительно, разворотные свеча противоположного цвета на контртренде из хорошей ангуляции. Это классика одного из лучших технических аналитиков Билла Вильямса. Если вы еще не знакомы с его подходом, я советую вам ознакомиться, к примеру, в книге «Торговый хаос», и вы поймете, о чем я говорю. Плюс ко всему у нас есть еще и фундаментальный фон. Каждый раз, собственно говоря, про перспективу фунта, я возвращаю вас к тому негативу, который связан с экономикой. И даже вчерашний отчет по индексу производственной активности, ну, для кого-то, может быть, это позитивный сигнал, учитывая, может быть, даже тот факт, что действительно производственный индекс оказался на максимальном уровне с 2014 года, но это промышленный сектор. И я очень хочу, чтобы вы помнили, что для Британии определяющим является не промышленный сектор, а сфера услуг. А вот сфера услуг – это минимальные значения буквально за год. Поэтому, к сожалению, пока не стоит говорить о том, что у экономики есть достаточное основание через ключевые сектора надеяться на хороший темп экономического роста. И, собственно, отчеты ВВП квартальные годовые прошлой недели подтвердили верность нашего подхода, связанного с тем, что в рамках британской экономики еще достаточно, скажем, тех аргументов, которые указывают на слабость всего региона. Значит, долгосрочно продолжаем делать ставку на коррекцию фунта. Все, конечно же, будет зависеть от сегодняшнего, точнее, от суперчетверга этой недели, потому что сразу в рамках одной торговой сессии нас ожидает ставка, выкуп активов, протоколы последнего седания, конференция Карни и голосование по повышению процентной ставки. Но я считаю то, что этот фунт будет больше, скажем, создаст больше оснований для разрузки британца и позволит нам приблизиться к нашей цели, которая значится по паре фунт-доллара в районе 1,52. И пару слов хотел сказать про австралийца. Сегодня на азиатской торговой сессии этот актив отметился против доллара, потому что этому способствовала национальная фундаментальная картина, потому что сегодня была опубликована ставка, она осталась на прежнем уровне в 2%. Но я еще раз повторяю, что на фоне последних данных по инфляции, факту сокращения инфляции, снижения, есть основания все-таки увидеть решение по, скажем, еще одному шагу экономических стимулов, то есть еще одному снижению процентной ставки до конца этого года. Плюс ко всему мы знаем то, что коммерческие банки Австралии постоянно повышают, соответственно, ставки по ипотекам. Это связано с тем, что им не хватает ликвидности. В связи с тем, что ставки рефинансирования высоки, эту ликвидность, скажем, нет достаточно комфортных условий, чтобы занимать эти деньги у резервного банка Австралии. И я полагаю то, что резервный банк Австралии видит то, что происходит на внутреннем рынке, наверное, все-таки, скажем, сменит гнев на милость и создаст те условия, которые необходимы для развития рынка кредитования и потребительской активности. То есть начнет все-таки смягчать экономическую политику и еще раз снизить процентную ставку. То есть это серьезный, конечно же, долгосрочный фактор ослабления австралийца. Но я уверен, что он поможет нам добраться до поддержки в районе 0,70. Сейчас пара торгуется чуть выше 0,72. То есть до нашей цели остается больше 200 пунктов. Я думаю, что очень интересная идея с точки зрения реализации. Поэтому, говоря про конкретные ценовые ориентиры и то, как использовать фундаментальный фон. В целом, еще раз отмечу те сделки, которых можно придерживаться и которые можно задействовать в трейдинге. К примеру, по британцу вчера я отметил то, что можно использовать селл-стоп с уровня 1,5350. Это актуальная идея. Тейк-профит в этом случае стоит поставить на уровне 1,52. Стоп-лосс 1,5450. Австралиец. Вчера мы хотели войти в сделку с уровня 0,71. Сейчас видим то, что пара уже выше 0,72. Значит, можно подтянуть наш селл-стоп до уровня 0,7150. И также, соответственно, ожидать поддержки 0,70. Это в качестве профильного ориентира. А стоп-лосс 0,72. То есть, короткий стоп. USD-свиссии. Не отказываемся от ожиданий паритета по этому тандему валютных активов. Чуть-чуть еще остается. Буквально 150 пунктов. И я думаю, что мы сможем добраться до этого паритетного рубежа в самое ближайшее время. По европейской валюты, конечно же, больше оснований на коррекцию. Что касается доллара и японской иены, то мы уже купили, подняли этот тандем валютных активов с уровня 120. И ожидаем совсем уж, конечно же, интересную цель в районе 125. Что касается кодового слова на сегодня, это конференция. Еще раз напомню, что величина бонуса 5,5%. На этом все. Если есть вопросы, вы можете задавать их на нашем официальном канале на YouTube и оставлять их под видео окном. Всего доброго. До свидания.